рада приветствовать вас на своем канале и сегодня я вам хочу показать свои и небольшие работы это были небольшие отдыхалочки на время отпуска и начнем по порядку девочка украиночка схемка была найдена давно в интернете вообще эта схемка была в журнале все о рукоделии за июль август 2012 года когда я собиралась в отпуск я посмотрела на тот файл который у меня был он был ужасного качества и я так с трудом разглядела какие цвета надо взяла пару красных пару зеленых и черные то есть накидала сумочку все что мне показалось может пригодиться и когда уже решила вышивать захотелось найти схему получше потому что поняла что я совершенно ничего не вижу найдя схемку лучшего качества тоже далекого от идеала как оказалось разных цветов там три на лицо довольно много цветов ну меня с собой не было поэтому вышивала так как есть сейчас она выглядит конечно такой страшненькой бэк я еще не делала кроме того рубашечка должна была быть также двух или даже трех цветов белый и серый но я не нашла хорошего подходящего цвета у себя поэтому вышила просто белым и карта украины она также должна быть более светлая контуры и зашиты у меня крестом и здесь внутри полукреста должен был оставаться белым то есть сама карта более светлая и внутри белая но когда я вышила тем голубым который у меня был карту сильно белые пятна выделялись поэтому я зашила их полукрестом посмотреть что же у меня получится после бэка станет ли девочка симпатичней поэтому специально снимаю работы до бэка покажу вам еще такой вот промежуточный вариант когда только начала вышивать сказать по правде я на этом этапе вообще планировала вышивку забросить потому что то что получалось смотрите какой кошмар это не украиночка это я не знаю невеста чаки какая-то выглядела очень страшно сказать по правде было страшновато ее вышивать дальше я таки переосилила себя и очень рада что завершила это вышивала и и почему-то сразу ассоциации именно с этим фильмом возникали ладно пойдем дальше и в пару ей вот такой вот казачок из мультика я думаю все из вас узнали этого персонажа он также еще не прорисован бэком вышит на такой вот тряпочки это был мой первый опыт в покраске канвы мне нужна была фиолетовая канва думаю многие из вас видели фотографии в интернете как красить подручными средствами я развела марганцовки опустила канву канва стала красивого фиолетового цвета я так обрадовалась после высыхания моя канва превратилась иначе как тряпочкой это не назовешь но для такой работы мне кажется она подошла довольно таки неплохо кроме того это будут две прикладные работы сейчас я их доработаю выполню бэкстич и уже потом покажу что же я из них сделаю белая канва 18 каунта это новая она довольно таки плотная накрахмаленная поэтому здесь мне даже не пришлось ничего делать с краями они не обсыпались а это мне кажется все таки каунт 14 наверное может 16 учитывая что она стиралась якобы красилась края обсыпались я их не обработала лаком и теперь покажу вам немного поближе здесь я даже пробовала делать три четверти крестиков здесь вот здесь и работалась над этой работой довольно долго для меня например это ну я не знаю не вышивка это решеток какое-то считаю что я всегда вышивала полной пасмой тяжело смотреть на такие крестики изнанки пока даже не идет речи так как пытаюсь хотя бы сделать лицо более-менее приличным поэтому о изнанке пока не задумываюсь хотя мой старший ребенок начал заглядывать на мои работами и кроме того когда я слушаю видео без наушников они слышат о таких вещах как изнанка что девочки беспокоятся о своей изнанке поэтому ребенок тоже заинтересовался моей изнанкой и говорит мама покажи что у тебя с другой стороны и вы знаете реакцию ребенка была очень интересная когда он увидел изнанку ладно сейчас вам покажу что что-то конечно без узелков но как видите и он посмотрел говорит ух ты у тебя тут такие лабиринты классные то есть по мнению ребенка намного интереснее когда изнанка такая вот неровная кривая вот такое вот мнение ребенка на изнанку так что пока можно не заморачиваться пока ребенку нравится и так посмотрите как преобразилась картинка с бэком я просто не могу нарадоваться он такой классный сразу все лицо видно а то ну как-то ну знаю сливалось тут такие черты класс такой он интересный сразу вспоминаешь мультик могу нарадоваться ну здесь бэк более-менее я осилила спокойно здесь не сильно тяжелый был бы были конечно и в середину крестика но все таки не очень тяжело а вот здесь фон у меня еще не дошитый хотелось попробовать именно бэк сколько здесь было бэкстича рисовала я его не знаю наверное весь вечер такой мелкий и в середину крестиков и середину сказать между крестиками но в середину между крестиками и было что прям серединку в серединку самого крестика сейчас наверно так и не найду и даже французские узелки уже как я их боялась девочки был какой-то ужас конечно есть кривоватые вот эти не особо это вот я начинала отсюда первые делала ну посмотрите на глазкам так заиграла личико и мне особенно нравится вот здесь вот бэк эти узелки такая вышиваночка у нее красивая и очень нравится вот этот вот сапожек так он красиво вырисован каблучок такая ножка у нее точеная красивая глазки и глазки волосы здесь все такое классное красавица получилась просто красавица на карте здесь конечно вот эти вот все особенности тяжело было вырисовать очень мелкие буквально даже в пол крестика где-то были стежки я это осилила я просто не могу налюбоваться на эту красотку ручка здесь получилось не очень на картинке она конечно красивее но что-то я вроде в одну ниточку но все равно она не совсем ручка какая-то корячка но ножка ножка это вообще класс я еще думала почему так на половине крестика может неправильно хорошо что сделала все по схеме вот такая прелесть ладно ладно все эмоции зашкаливают пойду я вышивать фон еще надо зашить фон и сшить это все в прикладную работу вот такие две мои жених и невеста правда невеста маловато жених побольше ну ничего все все так хватит любоваться заготовки у меня уже готовы вы видите это заготовки для паспорта сейчас я сошью их и через секунду вы увидите что же у меня получилось ну и вот такие вот две обложки у меня получились для девушки и для парня они уходят практически сразу на подарок сегодня уже придут гости я хочу их подарить весь процесс пошива данных обложек я пыталась заснять надеюсь у меня получится сделать из него видео и кому будет интересно вы сможете его увидеть немного попозже ну а на этом пожалуй все напишите как вам такая идея прикладных вышивок нравится вам или нет возможно вы также хотели себе сделать обложку на паспорт или уже делали очень приятно будет мне почитать ваши комментарии ну а на этом пожалуй все благодарю вас за внимание я же с вами не прощаюсь я говорю вам до новых встреч